Самое интересное в некоммерческом секторе в Германии это то, что действует действительно закон по этому поводу. Нет одного закона, который был бы только по некоммерческим организациям. Записано много разных законов, условия, по которым мы можем работать. Но мы можем обосновывать всю нашу деятельность и быть уверены в том, что нам никто не мешает со стороны государства на основе этих законов. Это самое главное. То есть мы убеждены в том, что наша работа не проходит зря. А в России, я здесь тоже возглавляю российскую некоммерческую организацию, благотворительную, вот тут мы никогда не уверены в завтрашний день. Потому что мы не знаем, что-то изменится, и вдруг вся наша деятельность оказалась незаконной или вдруг будет незаконной. Вот и так далее. Вот это самое главное разница, что так мы убеждены в том, что мы можем спокойно работать и что государство нас поддерживает. В том числе финансово, в том смысле, что люди, которые нам жертвуют, они могут списать свои налоги на 20%. А в России, во-первых, нет такой спокойности, мы не можем никогда быть спокойны. Все время есть некий такой страх, что приходят, проверят, будут сплошные проблемы, мы не можем заниматься нашей основной деятельностью, поскольку мы все время должны перед кем-то отчитываться. Добавляем. Но все-таки в России уходят на такие работы по отчетности, когда мы это называем даже не отчетность. Отчетность – это нормально. Конечно, нужно отчитываться по расходам и по деятельности. Это в Германии точно так же каждый год происходит. Но здесь все время нужно оправдывать, почему мы этим занимаемся. Оправдаться и защищать. Но какие-то сильные стороны есть у российских НКО все-таки? У российских НКО сильные стороны – это люди. Конечно, те люди, которые, несмотря на все эти сложности, все равно пробивают свою надежду. Очень сильные, особенно женщины. Я работаю в социальном секторе, то есть это работа с инвалидами, с престаренными, с больными, с девятными детьми и так далее. Там в основном работают женщины, просто смотреть на них, сотрудничать с ними, это удовольствие. Очень высокопровенцированная специалиста. Болеют своим делом. И хотелось бы таких людей больше иметь в Германии. Там уже немножко все так нивелировано. И мне иногда сложно понимать, почему таким людям ставят палки в колеса. Потому что они же работают на самом деле на России. По-вашему, какой первый, самый главный шаг нужно сделать для развития российских некоммерческих организаций? Чтобы то, что написано в законах, действительно действовало. И чтобы на местах всюду знали, что это закон, и чтобы на него можно было ссылаться и не дополнительно еще доказать, что действительно это там написано, мы имеем право и так далее. Чтобы закон разработал.